Всем огромный привет! С вами Оксана. И сегодня я решила просто с вами поболтать. Попробую для себя новый формат со мной в кадре. До нового года осталось совсем чуть-чуть. И я не вижу смысла снимать уже мастер-классы. Мастер-класс снять я, конечно, за неделю успею. Но кто же его будет смотреть на новый год. И сегодня просто решила поболтать. Такое видео я снимаю уже не первый раз. Но они у меня просто не выходили. Потому что мне то одно не нравится, то другое не нравится. Не факт, что это видео выйдет тоже. Но для себя я твердо решила, что как получится, так и получится. Ничего страшного. У меня не бьюти-канал все-таки. У меня вязальный канал. И главное в моем канале, конечно, это показать, что я умею. А не себя. И сегодня я хочу поговорить о том, какой мастер-класс я не успела все-таки снять. Я не успела снять мастер-класс вот по этим носочкам, гольфикам, можно даже сказать. С мышкой. Я их не успела снять. Классные такие гольфики получились. Я в этом мастер-классе хотела ответить на вопросы по жаккарду. В лапопейсе детской, здесь я покажу, которая у меня вышла на канале уже, были некоторые вопросы по жаккарду. Это жаккард без протяжек. Вот так он вот выглядит. Здесь нет протяжек. И кое-что я немножечко не рассказала, оказывается, в мастер-классе. Это не учла. Я подумала, что как бы ничего сложного. А в итоге, оказывается, надо было все-таки это показать. Это то, что перекрещиваются нитки между собой. Когда мы начинаем новый ряд. И еще какие-то нюансы я, конечно, там немножко не показала. И вот. Вот такой вот гольфик. Но вот после нового года, мне кажется, уже не вижу смысла снимать мастер-класс по ним. Но я не знаю, вы мне напишите, надо такой мастер-класс снимать или нет. Также я, конечно, пробую себя в другой съемке. Например, последние носочки я сняла немного по-другому. Кто давно со мной на канале, тот, наверное, обратил внимание, что я снимала крупным планом. Прям вообще-то все видно. Все петельки прям очень крупно. Как они разворачиваются. Это все прям видно. И вам это понравилось. Многие написали, что очень понравился такой вид мастер-класса. И, наверное, я буду все-таки практиковать. И именно так снимать. Ну, а такое видео со мной в кадре. Вы тоже напишите, хотели бы такое видеть. Итак, вот этот мастер-класс у меня не вышел. И напишите, надо ли после нового года тогда выпускать этот мастер-класс. Здесь очень интересно связана подошва. Надеюсь, камера фокусируется. Я не знаю. Вот такая вот подошва интересная. Ну, пятка самая обычная. Как всегда, бабушкина, которую я вяжу. Вот так она выглядит. Самым обычным способом. Но носки мне очень понравились. И пряжа мне тоже понравилась. Это троицкая пряжа. Обзор у меня есть на эту пряжу. С интернет-магазина Бобин. Это пряжа. Следующая моя работа. Но я ее и не снимала. Я начала вязать вот такой вот свитер себе. С вот этим своим... Так, наверное, засвечивается. Не знаю. С вот этим узорчиком, по которому у меня есть мастер-класс уже. Очень решила себе вот такой свитер связать. Думала, до Нового года успею. И не успела что-то. И все. И лежит он у меня. Теперь ждет меня. Я надеюсь, на Новый год и праздники я его довяжу. Ну, не факт. Знаете, у меня до сих пор не поставлена елочка. У нас нет елки, ни украшений, ничего. К Новому году. Так как я всегда украшаю уже после 23 декабря. Так, после дня рождения ребенка. У меня вчера было... Вернее, у моего ребенка вчера был день рождения. Ему исполнилось 9 лет. А я как-то... Никогда не украшаю на его день рождения. Чтоб елочка стояла, игрушки, Новый год. Не хочу мешать. Это чисто ребенка праздника. Новый год это уже другой праздник. И следующее. Это все-таки палантин. Помните с Мидары? Я начинала с Ангоры 2. Палантин. Вот такая пряжа Ангора 2. И я его понимаю, что не довяжу. И я начала бактус вязать. Вот такой вот бактус. Очень красивый. С листиками. Смотрите, как он переливается. И очень мне нравится этот бактус. Но единственное, смотрите. Вот эти листики, они идут вниз. И у меня, знаете, возник вопрос. А ко второму краю они же начнут не вниз идти, а вверх. И мне это не очень нравится. Это вот я за один вечер села, связала просто по настроению. И, наверное, все-таки я довяжу бактус. Он будет красиво так смотреться, мне кажется. И я, наверное, знаете, что решила связать вот две вот такие стороны и посередине сделать шов. Но на бактус я не планировала снимать мастер-класс. Но все-таки, потому что это такая спонтанная моя работа. Ну, конечно, может быть, потом сниму. Но это смотря что получится. Если ничего интересного не получится, то снимать, конечно, уже не буду. Пряжа это Мидара. Я вяжу в две нитки. И пряжа с люрексом. Я уже показывала об этом. И есть обзор пряжи Мидара. Это пряжа с интернет-магазина Миру Вышивки. И, не знаю, она, да, она немножко колется. Я не говорю, что она мягкая. Да, есть колкость. Но мне интересно ее постирать в стиральной машине. Посмотреть, что с ней будет провести такой вот опыт. После Нового года видео, наверное, будет выходить после 15-го где-то числа. Пару недель у меня будет выходной. Я думаю, потому что у всех праздники. Смотрите, я думаю, в YouTube некогда будет. Все будут заняты гостями. Будут ходить в гости, поздравлять друг друга с Новым Годом. Также я хочу вам сказать большое спасибо за поздравления. С наступающим Новым Годом. Очень много сейчас поздравляют меня с наступающим. Я вас тоже поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Главное здоровья, конечно. А остальное уже все будет. Как вы заметили, на заднем плане у меня уже стоит кнопочка, которая мне пришла с YouTube. Я не стала отдельное видео снимать по ее распаковке. Как она мне пришла. Вот она здесь вот стоит. В общем, не знаю, что еще сказать. Для меня это такое первое видео. Если вам нравится такой формат видео, то напишите. Пожалуйста. Да, еще хотела ответить на такой вопрос. Совсем забыла. Меня как-то спрашивали, какую я предпочитаю пряжу. И рассказать об этом. Ну, я много говорить не могу. Я просто скажу так, что пряжа в основном мне нравится. Смесовка полушерсть, полухлопок, что-то такое. Ну, если чистая шерсть, то это, конечно, мериносовая шерсть. Она не колется. Ну, бывает, конечно, чистая шерсть не колется. Но чаще всего она колкает все-таки. Чистый акрил я не предпочитаю. Ну, потому что в нем кожа не дышит. Многие спрашивают малышам, как связать из акрила. Если вы только начинаете и учитесь вязать, то акрил это прекрасная пряжа для обучения. Потому что она недорогая. И в плане вязания с нее удобно вязать. Если, конечно, это не совсем-совсем такой акрил, который скрипит. Скрипит, плохо скользит. Такой акрил, да, не очень-то вам понравится из него вязать. Так что по ответу мой совсем короткий на эту тему, что какая пряжа мне нравится. Именно какие-то марки пряжи. В основном мне пока еще в приоритете бэби-вул. Я еще не нашла ту именно пряжу, чтобы заменить бэби-вул. Я не знаю, почему она мне нравится. Многие пишут, что она колется. Я не знаю. Мне кажется, бэби-вул вообще не колкая пряжа, она мягкая. Там состав такой, что шерсти совсем мало, чтобы колоться. Там бамбук, акрил. Не бамбук, не акрил, он не колется. А шерсти там всего ничего. Может с какой-то пряжей спутали, я не знаю. В плане того, что скатывается пряжа. Ну, вполне возможно, любая там, практически вся пряжа, она скатывается, появляются катышки. Потому что если там добавлена шерсть, то катышки будут. Акрил, конечно, может не скатываться, да. Но акрил не греет. Все-таки не греет и в нем не дышит кожа. А если хотя бы что-то добавлено, то и дышит кожа, и, конечно же, немного хоть что-то греет. Про спицы также. Я никому не навязываю спицы. Просто, знаете, не попробовав, сказать невозможно, я считаю, все равно. Я тоже вязала раньше простыми спицами. Но попробовав один раз купить одни спицы, я их купила уже много лет назад. 11 лет назад у меня появились спицы Ади. Я не рекламирую спицы, мне это не надо. Ссылка под видео никуда не будет, ни на какой интернет-магазин. Я просто рассказываю свое мнение. Спицы, например, вот, я не знаю, их сейчас много. Адик, Нитпрой, потом Чиагу, там. Да много их, которые такие уже люксовые. Чем они хороши? Когда ими вяжете, просто петля очень хорошо скользит. Им одно удовольствие вязать, знаете, этими спицами. Все легко, просто и без лишних заморок. Одна девушка все-таки купила такие спицы и потом сказала, все, теперь это ее любовь, и она теперь вяжет только такими спицами. Просто можно взять самые ходовые спицы, которыми вы вяжете, например, там, 3,5. Поначалу я взяла спицы 3,5, я часто ими вяжу. Попробовала, мне очень понравилось. Так как мы все вяжем, мы всегда можем себе заработать на спицы, что-нибудь продать. Сейчас проедет скорая. У нас тут оживленная дорога, и вы часто, наверное, видите, вернее, слышите в мастер-классах, то скорая едет, то полиция едет, то трактора у нас ездят здесь, потому что здесь очень оживленная улица у меня под окнами. Я с этим ничего не могу сделать. Итак, про спицы все-таки на леске. Леска тоже имеет значение. Леска должна очень хорошо гнуться, пластичная, тогда будет хорошо вязать. Если леска не гнется, конечно, да, уже это нервный стресс получается, а не вязание. Поэтому не знаю. Каждый решает для себя сам. На качество вязания, я считаю, спицы, но если вы хороший мастер, на качество спицы не влияют все-таки. Хорошие спицы влияют на удобство, на комфорт. Это, не знаю, мне так кажется все-таки, потому что я вязала и такими, и такими спицами. Внешний вид у меня изделия не менялся. Просто удобнее, комфортнее вязать хорошими спицами. Я в основном люблю вязать, которые стальные спицы, по ним скользит пряжа лучше. Для новичков, наверное, будет сложнее вязать этими спицами, потому что пряжа очень сильно скользит и может слететь со спицы. Так что, не знаю, о чем с вами еще поговорить. Пишите под видео, о чем бы вы хотели со мной поговорить, о какой теме я бы с вами поговорила, на какую тему снять видео. Пишите, пишите комментарии, нравится ли вам такой формат. Может быть, раз в неделю снимать такие видео. На этой неделе у меня будут еще такие видео. У меня есть тема уже. Подведем итоги года 2019. И всем до новых встреч. И всем пока-пока.